Кафедра оптика лазеров создана на базе Института лазерной физики Государственного оптического института имени Вавилова. Инициаторами создания этой кафедры является профессор Мак Артур Афанасьевич, выдающийся ученый, лауреат Ленинской государственной институты, заслуженный этим Российской Федерацией. На кафедре сейчас работают ведущие специалисты Института лазерной физики. Это специалисты в области лёдно-технических лазеров, газовых лазеров, нано-структур, информационной оптики на основе селитонов. Очень крупная группа ведущих теоретиков, имеющих международное признание. Кафедра оптика лазеров готовит по следующим направлениям. Это направление лазерная физика, физика твёрдотельных лазеров, физика и техника создания газовых лазеров. Специальность нано-структурные материалы, направленные на защиту от лазерного обезлучения, и информационные системы на основе селитонов. На кафедре работает несколько профессоров, и все лабораторные и исследовательские работы студенты проводят на стендах Института лазерной физики и ТМО. Важной особенностью кафедры является то, что студенты попадают сразу же в научно-исследовательские лаборатории, где они на практике работают с современной техникой лазерной техники. Институты лазерной физики также занимаются разработками систем для экологического мониторинга атмосферы. В частности, на данном стенде представлены три части одной системы, которые в дальнейшем планируются комплектовать в селе сборе лучше компактности. То есть, вот эти планарные стенды будут расположены каждому бутылку, и будут их три штуки. Вот на этой плите нам представлено двухмекронный лазер, питотильным с накачкой, тулевым балоконным лазером. Вот это чиллер лазера, вот это сам балоконный лазер. Сейчас я продемонстрирую его работу самым состоителю задающего генератора, вот эта часть, и усилитель, вот эта часть. Сейчас для того, чтобы в целях безопасности, я продемонстрирую работу только задающего генератора. Задающий генератор, ну, выдает 5 млчоулы с длительностью 15 нс. Частота следования инвеса может варьироваться с 400 Гц до кГц. Сейчас мы посмотрим работу этого задающего генератора на кГц. Излучение 2 микрона считается безопасным для зрения, но это только терминология. По сути, конечно, при определенных энергиях это излучение, естественно, побеждает и глаза, и кожу. Сейчас мы посмотрим, как это работает. Я заканчивала ИТМО. Ребята, которые работают с нами, в основном также заканчивали ИТМО. И начали свою научную деятельность еще участвовать в институте, и затем ее продолжили, и сейчас являются полноценными сотрудниками Института лазерной физики. С достойными зарплатами и довольны своей работой. И все 5 лет, которые они учились, не прошли зря. Еще хочу сказать, что в нашем институте занимаются также разработкой лазеров, которые базируются на космических летательных аппаратах. В частности, сейчас идет проект, так называемый «Нюдник». И институт лазерной физики разрабатывает излучатель для этого проекта. Параметры лазера достаточно уникальные. И в этом принимают активное участие студенты, а также магистранты кафедры оптика лазеров. Хотя они первый год обучаются, но их очень активно вовлекают в это, посвящаются проблемы, и это хорошая школа. Что бы Вы хотели пожелать будущим абитуриентам? Хотелось бы пожелать интересной учебы. Я думаю, что на кафедре оптика лазеров они получат именно это. Чем увидеть?